Отчетные встречи Акимов, городов, районов и сел продолжаются. В этот раз Бакаджан Баяхметов побывал в поселке Шульбинск. Подробности в сюжете. В поселке Шульбинск проживает более 3000 человек. Здесь работает 80 объектов среднего и малого бизнеса. Жители поселка встретились с Акимом города и получили ответы на интересующие их вопросы. Участок у нас освещение, о котором мы уже лет 10 говорим. Мы никак не можем его пустить в строительство. Это небольшой участок, вот здесь поворот, вот его пожарная часть. Опоры все стоят? Опоры, да, все есть. Я даже не могу понять, что они уже приезжали из СВХ. Мы этот вопрос уже столько раз обсуждали, и в результате уже лет 10 мы не можем решить. Жители говорят, что хотят уточнить статус села, потому что в поселок по программе с дипломом в село молодые специалисты не могут тут строиться на работу, даже по программе моногорода. 20 лет уже, как наш поселок в заброшенном состоянии. Дома тоже все в плачевном состоянии. Тут ничего не делается. Если семей станет областным центром, то, может, и Шульбинск станет районным центром. И его, наконец-то, приведут в порядок. В ходе встречи также были затронуты вопросы благоустройства поселка. Выяснилось, что представители подрядных компаний не выполняют свои обязательства вовремя. Вопрос вывоза мусора в селе также остается открытым. Вы имеете полное право контроля качества выполнения технодорожных работ, связанных с его строительством и эксплуатацией и так далее. Поэтому вот эти услуги, куда выделены госсредстан, как мне сейчас говорят, что это дороги об основном значении, я обслужил обл. Шершелл. Совместно с таким, это должно быть под представителем Акима города Шульбинск, необходимо составлять эти акты по некачественному исполнению данных услуг, и мы можем предъявлять их данной компанией. В поселке при содействии фона от народа к народу строится мечеть. Пока возникают материальные трудности с продолжением строительных работ. Поручено проработать вопросы и уточнить предложения по данному вопросу. Кроме того, жители просят отремонтировать теплотрассу. Этот вопрос будет решен до отопительного сезона 2022-2023 годов, сказал Аким города.